Во второй половине декабря в этих магазинах частые гости не только любители новогодних петард и салютов, но и инспекторы пожарного надзора. В преддверии новогодних праздников мы проводим рейдовые осмотры, место реализации пиротехнических изделий, проверяем на соответствие сертификатов, а также на соблюдение требований пожарной безопасности, место хранения и реализации пиротехнических изделий. Пожалуйста, предоставьте набор сертификатов на реализуемую вами продукцию. Инструкция к пиротехническому изделию должна быть обязательно на русском языке, а при покупке продавец должен провести инструктаж по правильному использованию пиротехники. Продажа такой продукции категорически запрещена детям. Зачастую случается, что на уличных торговых площадках, где каким-то образом не контролируется продажа данных видов изделий, дети покупают и, к сожалению, наносят себе какие-то травмы. Поэтому, еще раз повторюсь, данные виды изделий необходимо покупать только в магазинах, имеющих для этого специальную лицензию и разрешение. С 16 лет можно самостоятельно покупать хлопушки и бенгальские огни. Они относятся к первому классу опасности. Все остальное, в том числе и петарды всех видов, продажа строго с 18 лет. Я купила вот такие вот интересные, ставить в землю пиротехнику, фейерверки, корсар взяли. Думаю, всем все понравится, моим деткам. Все под вашим присмотром? Конечно, все под моим присмотром, под мужевым присмотром. Это естественно. До 18 лет это тем более нельзя. Что безопаснее всего? Вот человек первый раз пришел. Безопаснее всего будет взять либо самострелочки, либо бенгальские огни, в принципе, любого формата, только аккуратно, так же, не приближаясь к мебели, ну или фонтаны холодного огня. Перед Новым годом будет не лишним напомнить, за несоблюдение правил пожарной безопасности, в том числе при применении пиротехники, предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Асальту Легенова, Ксения Синявская, Дмитрий Петрий. Время новостей.